МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только главная новость дня. Далее в подробностях. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. ДАВОЗ стартовал. Порошенко приехал на форум не с пустыми руками. А вот с чем вернется. Кто за мост ответит? Найдут ли подрывников в Запорожской области? Четырехглавые переговоры. Чего ждать от встречи дипломатов в Берлине? Нелюбимый любимой родиной. Кого власть бросила на произвол судьбы в оккупации? Террористы пошли в наступление. Ударили сразу по нескольким позициям наших военных. Удалось ли отбить атаки? Узнаем у Вениамина Трубачева. Он на связи с нами. Веня, здравствуй. Где конкретно велись бои и какова ситуация на данный момент? Да, Алексей. Серьезные бои сейчас идут практически по всей линии фронта. И вот одной из самых горячих точек остается район Донецкого аэропорта и поселок Пески. Боевики там активно используют тяжелую артиллерию и грады. А диверсионные группы противников подбираются настолько близко к украинским позициям, что даже применяют стрелковое оружие и обстреливают украинские позиции. В свою очередь украинские военные тоже стреляют в ответ. Там сейчас очень серьезная ситуация. Украинские военные продолжают удерживать ранее занятые позиции и дают отпор противнику. Вот сегодня мы пытались добраться до поселка Пески, но из-за шквального огня сделать это нам не удалось. Боевики обстреляли из градов дорогу, по которой ехала наша съемочная группа. И нам пришлось вместе с военными прятаться в укрытии. Продолжение следует... Ну, в районе саме этого помещения. Так, с утра все начинается, как всегда. Десь о 5-6 ранку обстрелы ствольной артиллерии, периодично работают реактивная артиллерия. Ну, конечно, они пытаются нас выбить подалее от Донецка. Звучит, конечно, страшно, но военные уже привыкли к такому вот грохоту взрывов. И стоит отметить, что боевики стреляют и по позициям украинских войск, и по жилым домам. И вот последствия таких атак, в принципе, катастрофические. Вокруг там одни воронки, разбитые здания и сгоревшие автомобили. Там в далине, добре видно, частинку зосколка града. Она, каждый из тех, несет величезную загрозу нам, всем нам. И про какие-то перемирия там и не было. Ожесточенные сражения сейчас идут не только в районе Донецкого аэропорта, но и вблизи Авдеевки и Дебальцево. Также боевики атакуют и позиции украинских войск в Луганской области. В первую очередь речь идет о районе вблизи села Крымское. Там находятся 29-й и 31-й блокпосты, которые террористы пытаются всячески атаковать и захватить. Наши отошли с 31-го блокпоста для того, чтобы сохранить жизнь людей. Потому что соотношение сил, которые обстреливали этот блокпост, были несоизмеримы. 29-й находится полностью под нашим контролем. И наши укрепляют позиции, там наращивают силы. В связи с таким обострением боевых действий с сегодняшнего дня попасть на неподконтрольные Украины территории в Донецкой и Луганской областях сейчас можно только по спецпропуску. Такой же пропуск нужен, чтобы выехать оттуда. И вот этот документ теоретически можно получить в отделениях милиции Старобельска, Дебальцево, Великой Новоселки и Сартаны. Это населенный пункт вблизи Мариуполя. Но фактически их не выдают. Система еще толком не работает. И на передовых блокпостах автобусы с пассажирами и автомобили просто разворачивают обратно. Алексей, это самая последняя новость. Спасибо, Веня. Это был Вениамин Трубачев с последними новостями из зоны АТО. В каких условиях сегодня находятся люди в оккупированных городах? На связи с нами Луганск и Донецк. Давайте послушаем жителей. Громыхает практически во всех районах, даже ранее тихих, нет воды. Ни горячего, ни холодного водоснабжения, а это значит, что будет остановка и отопление. В общем, если оценивать ситуацию сейчас в Донецке, это настоящая гуманитарная катастрофа. На территории зоны АТО сегодняшнего дня действует система пропусков. И зоны, и зона. Форма пропусков неизвестна. Пропусков, как правило, еще ни у кого нет. И находящиеся на блокпостах люди открыто спекулируют этим, установив определенную таксу за въезд в город и выезд из города. Но деньги, конечно, в карман. Вот такая вот ситуация, которая усугубляет наше положение, ко всему прочему. На Бахмутской трассе блокпосты просто с самого утра, начиная с Кольца, которое на Краснодон идет, ехало много техники. И потом через город ехала в направлении Юбилейного. Потом в районе Александровки, Сабовки туда. То есть на Бахмутск ехали там разные танки, БТРы, машины всяческие. В аптеках действительно заканчиваются медикаменты, и люди жалуются на то, что нет каких-то особых лекарств, которые требуются, инсулина. Я слышала от своих знакомых, что они получат инсулин российский. И только на месяц, и дальше неизвестно, как будет очереди в аптеках за лекарствами, льготными. С июля месяца нам не платят ни заработные платы, ни пенсии. В октябре месяце одноразово выдали пенсионерам и кормящим матерям, выдали одномесячное одноразовое пособие. И все. И вот как нам выживать, если даже не будет выезда за пределы города, я не знаю. О ком забыла украинская власть? Это история о больших деньгах и коррупции в силовых органах. Подробнее Елена Зорина. Захватили террориста, а Украина попросту отвернулась. Эту историю мне рассказал один из сотрудников Донецкого МРЭО. Из-за постоянных обстрелов города установить с ним связь, кроме как по телефону, не удалось. Павел в отчаянии, он теперь уже бывший сотрудник первого МРЭО. Говорит, здание, где работал, захватили еще в мае. ГАИ и МВД параллельно вывозили свое оборудование. А о людях попросту забыли. Уже с июня работники перестали получать зарплаты. А за переезд на подконтрольную Украину территорию потребовали кругленькую сумму. Таких, как он, несколько десятков. Исполняющий обязанность начальник всех МРЭО в Донецкой области. Он лично от меня требовал взятку в размере, все зависит от города, где я буду откомандирован. От 1 тысячи до 7 тысяч долларов за сладкое место. Теперь на украинской территории он считается предателем. В середине января Павла уволили по статье. Он утверждает, документы подделали, оформили задним числом. И там есть его согласие, которого он не давал. Таких, как Павел, оставшихся на оккупированной территории треть, говорят в департаменте ГАИ, увольняли личный состав в несколько этапов. Ну а те, кто все же решил уехать на территорию подконтрольную украинской власти, исправно получают зарплату. Работают в Мариуполе, Краматорске, Северодонецке. Некоторые пошли в АТО. Помощи в жилье, либо дополнительной финансовой не предлагали. Ключевое – это решение сотрудника, с кем он, а главное – за кого. Ну а о коррупции в своих рядах нет, не слышали. Если он служит народу Украины, то он не должен сидеть в Донецке вместе с ДНР и ЛНР. Он должен прибыть туда, где находятся правоохранные органы. Можна такая ситуация, что он будет и поновлен в органах внутренних справ. Если Павел, говорят, в ГАИ решит вернуться на службу, его, скорее всего, ждет проверка на детекторе лжи. Окончательное решение за департаментом кадрового обеспечения МВД. И хочется верить, что там его примут, не требуя взяток, и будут изучать только факты. Елена Зурина, Алексей Пшемыцкий, Игорь Сулий, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. Бои возле Мариуполя прекращаются уже которые сутки. Как прошел этот день, узнаем у Александра Пантелеймонова. Саша, здравствуй. Где самая напряженная обстановка и сдерживают ли наши военные натиск? Далёш, добрый вечер. Вот сегодня боевики устроили своеобразную проверку на прочность нашим позициям на подъезде к Мариуполю. С утра, с пяти утра прямо начали обстреливать поселки Сартана, Толоковка и Гнутово. Потом на прорыв пошли танки противника, и артиллерийские разрывы звучат там до сих пор. Вот наши бойцы говорят, что таким образом боевики пытаются отомстить за неудачи в аэропорту Донецка и контратаковать. Но пока у них это не получается. Сегодня в бой вступила наша артиллерия, и в результате боевики потеряли с десяток танков и около сорока человек погибшими и ранеными. Первые снаряды, скорее всего, легли где-то в районе поселка Сартана. Потом был огонь переведен на поселок Толоковка. Было разрушено несколько домов. Ну, об этом говорят местные жители. В районе Гнутово снаряды падали в огороды людей. Наша артиллерия открыла ответный огонь. Из сегодняшнего дня на подъездах к Мариуполю усиленный режим контроля. Теперь жители с временно оккупированных территорий могут проехать через блокпосты только по специальным пропускам. И вот пока этих пропусков еще не очень много, и при нас бойцы объясняли жителям Докучаевска, как же и где их получить. Проживаем вообще временно, мы живем в этом, в общем, в Запорожской области, в село Новгород. Справки у нас вот есть. Как там, что нам делать дальше? Тут наши тоже так обращаются. А вот тем, кто прописан на территориях контролируемых Украиной, такой пропуск не нужен. Достаточно просто предъявить свой паспорт. Все, пути проезжайте. Спасибо, ребята, счастливые вам. И вот по предварительным оценкам местным органам власти в ближайшее время придется выдать около полумиллиона таких специальных пропусков. Пока у меня все, Алексей. Спасибо, Саша. Это были последние новости из Мариуполя и его окрестности от моего коллеги Александра Пантелеймонова. За последние сутки в Днепропетровск доставили еще 56 раненых бойцов из зоны АТО. Вчера густой туман не давал приземлиться самолетам с ранеными, но врачи уверяют, с операциями не опоздали. Ребята будут жить, хотя порядка 20 бойцов находятся в тяжелом состоянии. Всего, начиная с выходных, в город доставили около 140 раненых. Некоторым оказывают помощь и отправляют в другие города на лечение, но большинство остаются лечиться в военном госпитале. Ребята все молодые, от 20 до 30 лет. Один из хлопцев получил 18 ранений осколочных. И вот сейчас находится в операционной. Хлопцы есть, даже не сдают свои позиции, потому что никто кремлялся окажут. Ситуация в Украине, тема номер один в первый день Давосского форума. Встреча, куда съезжается весь мир, открылась сегодня в Швейцарии. О чем будут спорить и о чем в Давосе говорил президент Порошенко. Мой коллега Дмитрий Анопченко знает ответы, он в центре событий. В Давосе сейчас выше 2,5 тысяч гостей. Крупные политики, видные бизнесмены, поэтому и меры безопасности чрезвычайно жесткие. В связи с недавним терактом в Париже, швейцарские власти направили в крохотный курортный городок 4,5 тысячи солдат. 3 тысячи из которых напрямую обеспечивают безопасность. Небо над Давосом перекрыто. За 20 и за 50 километров от города блокпосты. На крышах круглосвырочно дежурят снайперы. И лишь здесь, внутри зоны безопасности, куда могут пройти только участники, все по-другому. Главная особенность давосских встреч – их демократичность. Если уж ты получил приглашение или аккредитацию, то дальше можешь запросто перекинуться словечком с политиками или бизнесменами. В Конгресс-холл они проходят без охраны, максимум только с помощником. Так здесь принято. И максимально общительны. Это касается и Петра Порошенко. Он сегодня неформально говорил со многими политиками, экономистами, бизнесменами. А главное событие дня – специальная сессия, посвященная будущему Украины. На ней президент много говорил о войне и привез даже часть обшипки взорванного в волноватии автобуса. Решение очень простое. Прекратите поставлять оружие, прекратите поставлять боеприпасы, отведите войска и закройте границу. Очень простой мирный план. Для президента Порошенко давосс – это не только возможность сверить позиции с европейцами, но и шанс решить очень многие вопросы. Вот здесь, напрямую, глядя глаза в глаза, кредит МВФ, помощь Европейского Союза, инвестиции – все эти вопросы здесь, в Давосе, можно обсудить напрямую. У президента в Давосе сегодня был целый ряд встреч тет-а-тет. Две самых важных – с генсеком Организации экономического сотрудничества, структуры, которая должна помочь Украине в реальной борьбе с коррупцией, и с главой МВФ Кристин Лагард – разговор о новом транше для Украины. В связи с ситуацией в стране Порошенко сегодня прервет визит и вернется в Киев. Ну и без скандала тоже не обошлось. В Давос в составе российской делегации прибыли первые лица компаний, включенных в европейский санкционный список. И пока дома их банки и корпорации терпят многомиллиардные убытки, топ-менеджеры решили ни в чем себе не отказывать и оторваться в Швейцарии. Вот совсем недалеко отсюда, буквально в квартале, они арендовали огромный роскошный отель, и вчера вечером закатили там грандиозную вечеринку. Водка и шампанское лились рекой. Для гостей пел босоногий мальчик Леонид Абутин. Но сейчас, в отличие от прошлых лет, многие именитые гости российское пати демонстративно проигнорировали, не захотев, введя черные списки, веселиться в компании тех, кто в них включен. О настроении участников форума отлично сказано в сегодняшнем номере влиятельной «The Wall Street Journal». Никто из тех, кто приехал в Давос, не знал, что всего за год мир так изменится. И не мог предположить, что конфликт в Украине нарушит мировую стабильность. Ситуация в нашей стране в день открытия у всех на устах. Пусть даже в официальной программе о ней упомянуто мало. Ведь экономическая обстановка сейчас стала куда спокойнее, а вот политическая день от дня становится все тревожнее. Из Давоса Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, телеканал «Инсор». Об экономической и политической ситуации в мире и в Украине говорил во вчерашнем обращении Конгрессу и президент США. В Вашингтоне выступление Обамы слушал и народный депутат, основатель Института новой Украины Сергей Левочкин. Он встречался с местными политиками, и республиканцами, и демократами. И вот что сказал. Президент Обама в вчерашнем звернении до Конгрессу згадал Украину. Это свидетельствует о том, что Америка поддерживает Украину политично и экономично. Кожна зустріч, яку я тут проводжу, починается с питания мира. И зараз найголовніше, чтобы украинская влада перешла від слів до справи и почала робить реальні кроки для досягнення такого мира. А вот как оценивают в Соединенных Штатах обращение президента Обамы, знает наш корреспондент Дмитрий Еловский. Отчет президента Америки перед Конгрессом оказался не речью удрученного политика, как многие здесь ожидали, а победоносным и довольно воинственным выступлением настоящего лидера нации. Несмотря на низкий рейтинг Обамы, его прервали десятки раз аплодисментами. Ну, правда, надо сказать, в основном хлопали его однопартийцы-демократы. Но и от республиканцев тоже были овации. Чаще всего, когда речь шла об экономическом росте Америки. Реже, когда президент говорил о внешней политике страны. Ну и тут, конечно же, не могло обойтись без Украины. Мы отстаиваем принципы, которые гласят, что крупные страны не имеют права запугивать малое, и противостоим российской агрессии, отстаиваем демократию в Украине, поощряя к этому союзников по НАТО. Прошелся Обама и по экономике России. Ее весьма плачевное состояние президент объяснил изоляцией, которую обеспечил именно Вашингтон. Таким образом, по словам Обамы, штаты показали всему миру, цитирую, мощь и силу американской дипломатии. И подчеркнул лидер США необходимость работать вместе с европейскими партнерами и коллегами, потому что только такая работа в тандеме, по его мнению, может дать действительно хорошие результаты. Но о чем еще говорил президент? Об Иране. Против него как раз не надо вводить новые санкции пока. О Кубе, с которой, несмотря на вечных братьев Каста, президент готов мириться, притом готов это сделать как можно скорее. Об ИГИЛ, против которого надо начинать настоящие военные действия. И это вопрос, кстати, очень спорный, потому что республиканцы тратятся на войну с фамистами, как-то пока не очень хотят. Отчет президента перед Конгрессом, это ведь еще и светское событие. Поэтому многие обратили внимание на платье Мишели Обамы. Кроме того, что в нем узнали авторство дизайнера Майкла Корса, так еще и вспомнили, что именно такое носила героиня сериала «Хорошая жена», которая была супругой опального политика. Вот теперь остается гадать, что именно имела в виду Мишель Обама. То ли то, что она хорошая жена, то ли что у мужа ее дела идут так себе. И она об этом знает. Ну, будем надеяться, что первое. Дмитрий Иловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала «Интер». Нормандская четверка снова в Берлине. Уже через каких-то 40 минут там соберутся министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции. Чего ждать от этой встречи? Расскажет Татьяна Лагунова. Место встречи изменить нельзя. Снова Берлин, снова Билла Борзик. Гостевая резиденция немецкого МИДа. Снова те же участники. Главные дипломаты Украины, России, Германии и Франции. Чуть больше недели назад они уже собирались в таком формате и говорили до глубокой ночи. Мы должны заново найти пути политического решения. Поэтому я пригласил своих коллег в Берлин провести переговоры. Тогда встреча закончилась ничем. Сегодня дипломаты попытаются снова. Причем по сообщениям немецкого МИДа встречу инициировали Киев и Москва. На повестке дня конфликт на Донбассе, Минские соглашения и возможная встреча лидеров нормандской четверки в Астане. Заочная дискуссия между дипломатами, кстати, уже началась. Российский министр Лавров сегодня утром в Москве общался с журналистами. И помимо всего прочего рассказал, с чем едет в Берлин. Мы, по крайней мере, будем, как я уже сказал, добиваться незамедлительного прекращения огня. Об этом мы в том числе сегодня в качестве главного приоритета будем говорить в нормандском формате. Главный дипломат Украины Павел Климкин его слова прокомментировал в Твиттере. Он написал, послушал пресс-конференцию Лаврова, полезно перед Берлином. Скажу одно, Россия не мирным словом, а мирным делом должна подтвердить Минские договоренности. Чем закончатся сегодняшние переговоры, узнаем, скорее всего, глубокой ночью. Но есть одна интересная деталь. По итогам не запланирована пресс-конференция. Либо из-за позднего времени, либо в Берлине мало верят, что будет о чем сообщить. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Диверсии назвали правоохранители вчерашний взрыв на железной дороге в Запорожской области. Кто это организовал? Не повторится ли подобное? Ответы искал Сергей Бордюжа. Сила взрыва была соизмерима примерно со 100 килограммами тротила. Об этом сегодня сказали в областной прокуратуре. По всей вероятности сработал часовой механизм. Локомотив и 20 вагонов с концентратом сошлись с рельсов. Взрывное устройство сработало до локомотива. Локомотив проскочил по инерции разорванной рельсы. А уже под тяжестью веса вагоны завалились. Машинист не пострадал. Никаких ранений, ничего у него нет. Сейчас СБУ проводит в Запорожской области контртеррористическую операцию. На своем сайте спецслужбы уже заявили. Знают, кто пустил состав под откос. Теперь задача задержать диверсантов или уничтожить. Из-за взрыва блокировано сообщение поездов на ветке по логикам и жаря Волноваха. Это был единственный железнодорожный коридор в прифронтовой Мариуполь. Теперь все поезда будут ходить до станции Бердянск. Как долго неизвестно. Укрзелезницы сегодня ситуацию не комментируют. Есть только публикации на официальном сайте. По этой ветке, сразу вам говорю, ни военную технику, ни военную силу не доставляют никуда. То есть это единственная ветка, которая существует для обеспечения железнодорожных металлургических комбинатов Рудой, коксом, какие там еще нужны компоненты. Стоит отметить, что это уже второй теракт на железной дороге в Запорожской области. 24 июня прошлого года был взорван ЖД-мост возле поселка Орехов. Спустя две недели диверсантов задержали. Сколько понадобится времени на этот раз, неизвестно. Сергей Бордюжа, Героя Раби, телеканал Интер, Запорожская область. А в Харькове уже сутки обыски и задержания. СБУ, милиция и прокуратура проводят в городе спецоперацию. После взрыва, который прогремел в понедельник у Московского райсуда. И уже задержаны первые подозреваемые, трое членов организации «Исход». В их офисе силовики якобы нашли антиукраинскую агит-литературу, флаги самопровозглашенных ДНР и Новороссии. Организация создана в октябре, а вот ее лидер Олег Новиков давно известен своими протестными настроениями. Последний пикет против нынешней власти «Исходовцы» пытались провести месяц назад. Тогда милиция участников не задержала. Теперь Новикова подозревают в связи с террористами. Дымовые шашки, следозаточивые газы, яйца для харьковских депутатов. Около полусотни пикетчиков пришли к зданию мэрии, где проходила сессия. Требовали отложить принятие местного бюджета. Убеждены, его нужно перераспределить и выделить 120 миллионов на военные нужды. А вот льготы на проезд студентам вернули частично. Если раньше они могли ездить в метро, запусывали постоянно, то теперь количество поездок ограничено. В сторону гурсовета полетели дымовые шашки, снежки и яйца. Давай, давай, макай его, макай! Потому что не все так проходит, как хотел бы народ. Мы следим за тем, чтобы было все по-правильному. Бутылки, шляпа и откаты. Все это премьеру к зданию Кабмина принесли актеры и атомщики. Первые требовали не приватизировать госпредприятия. В частности, Укрзалезный, Цю, Укрнафту, Укрспирт и Укркосмос. И исполнили для Яценюка спиртовую симфонию. Атомщики же требовали погашения задолженности по зарплатам. 6 тысяч работников зоны отчуждения не видели своих кровных с ноября. И боятся, что их предприятие вскоре просто могут закрыть. Уже получили предупреждение об отключении света, воды и отопления в Чернобыле. У нас грозятся вывезти и больше не завезти. Мы можем остаться без работы, без зарплаты. И поэтому мы вынуждены были сюда все приехать. Два месяца живем без зарплаты. 31-го были перечисления, говорят, на банк. Когда никто не работает, и знали, что никто не получит. Потом эти деньги пропали куда-то. Бюджетный рейх закинчився. Поэтому сейчас певные паперовые процессы идут. И до 1-го лютого это вопрос должно быть решено. Так был ли Крым записан федеральным округом Российской Федерации в контрактах на поставки электроэнергии? Активисты сегодня в офисе Укринтерэнерго искали оригиналы документов. Нашли или нет, знает Ярослав Кречко. Милиция с прозрачными щитами занимает фойе здания. К офису Укринтерэнерго приходят активисты и народные депутаты. Преступники здесь. Я что, тут преступник? Преступник. Я буду вас к СБУ для прокуратуры. В прокуратуру они собираются доставить его директора госкомпании Василия Андриенко, подпись которого на скандальных контрактах. Депутатам опусти. И помечники зайдут. Депутат куда? Проходь, проходь. Депутатам милиция не препятствует. На встречу выходит начальник охраны Укринтерэнерго. Андриенко не имеет на работу. А для этого что он еще? Ну я не в курсе. Не знает где директор и заместитель. У нее требуют оригиналы контрактов. Все поднимаются на пятый этаж, но там ни контрактов, ни сотрудников. Ну где кто не будет? Ну что, все ушли на фронт. Ну я по всему. Вот заступник директора. На подмогу замдиректору еще начальник Юра Дьела. Правда и он не может ответить. В конечном варианте контрактов. Крым, федеральный округ или полуостров. Я не видел оригиналы, на жаль. Не могу сказать. Депутаты проверяют директорский кабинет и ни с чем покидают офис Укринтерэнерго. Обещают обратиться в генпрокуратуру. В это же время премьер Яценюк в Кабмине дает поручение в течение 10 дней провести служебное расследование. И это спустя почти месяц, как контракты подписаны. Я требую при проведении расследования установить, кто погодил условия контракта. Результаты кабминовской проверки уже ждут в генпрокуратуре. Для начала расследования из премьера Яценюка тоже спросят. Безусловно, что член уряда, на челе которого пребывает Арсений Петрович Яценюк, мог совершить действия, которые межуют, или есть, такими, что предупреждена ответственность к криминальным кодексу Украины. Я думаю, премьер-министром Украины будут совершенны все действия по собрану доказов, доказовой базы, что в его вертикале, в его ответственности находятся цельщиновники, переданы до генеральной прокуратуры. Один из главных вопросов, почему в день подписания скандальных контрактов именно премьер разрешил продажу электроэнергии любым субъектам хозяйствования. Не мог не знать о контрактах и секретарь СНБО Турчинов, так как решение о необходимости импорта электроэнергии принимали на заседании Совета нацбезопасности. Ярослав Кричко, Анна Каменева и Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер. Судите меня, но заочно просит бывший замглавы администрации президента Андрей Портнов. Сам позвонил в МВД, дал свой адрес и телефон. Два дня назад у нас был сюжет на эту тему и довольно критичный. Нам удалось связаться с Портновым. Вот что он рассказал в этот раз. Я подал ходатайство. Вчера, что если кто-то хочет узнать что-то, меня можно допросить в видеорежиме, в посольстве в Украинском, по скайпу, как угодно. Я сам инициирую и подам ходатайство на днях с просьбой начать заочный судебный процесс. Мне инкриминируется, что я читал, занимался научной деятельностью более 240 часов в год, чем нарушил инструкцию Министерства труда от 1995 года. Но я готов отвечать за это. Это не соответствует тем публичным обвинениям, которые я слушал в свой адрес весь 2014 год. Ну, было бы интересно увидеть и послушать хотя бы такой допрос и Портнова, и других экс-чиновников, осягших в Москве. Главное, чтобы они согласие свое дали. Пособничество в совершении преступления и превышение власти. Это инкриминирует бывшему главе Киевгород-администрации Александру Попову за разгон Майдана год назад. Генпрокуратура накануне закончила досудебное расследование и передала их чиновнику материалы для ознакомления. К суду практически готовы и в ГПУ, и сам Попов. 20 сечня этого года закончилось досудебное расследование с специальным управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины относительно прошлого руководителя Киевского и Министерства администрации Александра Попова. И справа передана ему для ознакомления порядка ст. 290. Разом и с способностью перевышения власти, руководством правоохранительных органов, что сопротивляло тяжкие наследие, вы знаете, только несколько десятков за сотню потерпелых, которые отримали среднюю тяжкость ушкоджения и выше. Ну а на допросе в Генпрокуратуре сегодня побывала Наталья Королевская. Ее подозревают в финансировании сепаратистов. На днях там открыли уголовное производство. Сама же Королевская все обвинения отвергает и считает, что доказательств нет. Абсолютно нет никаких оснований либо фактов для данного дела. Я там в качестве свидетеля. Для меня позиция принципиальная Луганская и Донецкая области. Это территория Украины и что наша страна сильна только в единстве. Обманул инвесторов, украл более 100 миллионов долларов и скрылся. Один из собственников агрохолдинга МРИ, Николай Гута, на основании фальшивых бухгалтерских отчетов, набрал у восьми иностранных инвестфондов кредитов на миллиард 300 миллионов долларов. Потом агрохолдинг объявил, что не может их богасить. Денег на счету не оказалось, ну а сам Гута бежал за границу. Это было в прошлом году, но только сейчас МВД объявило его международный розыск. Теперь мошенника ищет Интерпол. Процесс, конечно, движется, однако традиционно виновник, не то что не арестован, ему удалось сбежать. Инвесторы не просто разочарованы, они не могут поверить, что такое могло произойти. Если Украина хочет сохранить инвестиционную привлекательность, она обязана решить эту проблему. Пять миллиардов долларов требуют от Украины кипрские акционеры компании «Укрнафта». Кто за ними стоит и почему платить придется обычным украинцам, расскажет Алексей Пшемызский. Привет солнечного Кипра. Стоило депутатам попытаться вернуть государству контроль над крупнейшим нефтедобытчиком страны «Укрнафтой», как тут же объявились неизвестные собственники. Три офшорные кипрские компании требуют от Украины пять миллиардов долларов. Якобы за то, что правительство заставляет «Укрнафту» продавать населению украинский газ по заниженной цене. Миноритарные акционеры выкручивают руки не только наибольшему акционеру, но и государству, которое этим акционером управляет. Стараются защитить свои капиталы и всеми возможными способами. Половиной компании владеет государство через нефтегаз. Еще 42% официально у группы «Приват». Именно по ней и бьет закон акворуми акционеров. Остальные 8% в офшоре, чьи подписи под письмом неизвестно. Но у экспертов свое мнение. Можно расценивать как своего рода шантаж и намагание до певной меры отстоять свои попередние позиции. А попередние позиции приватных акционеров, компанию «Укрнафта», власне, которые контролируются группой «Приват», это ключевое намагание – отстоять права властности на природный газ. «Укрнафта» отказывается выплачивать рентные платежи, фактически саботуя частковую выплату. Это еще 5 миллиардов гривен. И вот момент. На выполнение требований Украине дали 3 месяца. Иначе грозят международным судом. А для компании это возможность не платить долг. Безусловно, что «Укрнафт» не будет ничего платить до решения суда. Мы будем вынуждены расплачиваться как налогоплательщики за неэффективные действия тех же народных избранников. В правительстве уже пообещали подготовить ответ на обвинения. Но эксперты уверены, единственный выход – не оставить всю страну с носом, сменить руководство «Укрнафты», что лишит миноритарных акционеров возможности контролировать компанию. И вопрос, хватит ли у Кабмина на это воле. Алексей Пшимыский, Вадим Свиридонов. Подробности – телеканал «Интер». На грани Надежда Савченко сороковый день голодает. Вчера с украинской летчицей виделась ее сестра Вера и говорит, прекращать свой протест Надежда не собирается. А однопартийцы Савченко думают, как вытащить ее из российского СИЗО. 26 сечня, когда Надежда Савченко набывает всех повноважений и становится представителем нашего парламента в парламентской асамблее Ради Европы, относительно которой используется статья 15 этой Угоды о привиле и иммунитете Ради Европы. Имунитетом от арешта и криминального преследования. Россия обязана выполнять эту Угоду. Новый скандал с Левиафаном в России. Почему актер, сыгравший одну из ролей в ленте, собирается судиться и с кем? Расскажет Данил Русаков, он в Москве. Фильм «Левиафан» еще не вышел в российский прокат, но скандал вокруг него набирает все новые обороты. Против исполнителя роли архиерея Валерия Гришко на родине в Самарской области развернута целая кампания. К ней подключились даже местные народные избранники. Депутат губернской думы Дмитрий Севиркин подписал коллективное письмо. В нем Гришко всяческий клеймят в цитат о двулище и еще цитат о проживании за счет бюджетных средств. Образ церковного служителя настолько не понравился наверху, что с критикой обрушился даже министр культуры России Мединский. На бюджетные средства происходит некоторое, как кажется, членом некого антигосударственного высказания. Ему обязательно нужно попытаться как-то засветиться, чтобы, не дай бог, его потом не обвинили в бездействии. А разработчики картины готовят в защиту Гришко свое коллективное письмо. Но другое. Комментарии ни кинокомпании, ни режиссер Звягинцев давать не хотят. Известно только, что подписать его готовы многие известные актеры. Сам Валерий Гришко, который работает в Самарском театре драмы, режиссером собирается в суд. С иском против того самого депутата Севиркина. И считает, никакого лицемерия в фильме нет. Дошло до прямых оскорблений и обвинений в том, что я обкакиваю свою родину, что я не люблю свой народ. Почему? Наверное, потому что фильм отражает достаточно правдиво ту действительность, которая есть в фильме «Легафан». Я сознательно играл эту роль и никакому давлению я не собираюсь подчиняться и поддаваться. Так что, все спасибо господам. Они дали мне почувствовать, что я не один в этом мире. В самой картине «Легафан» режиссер два раза показал эпизод из суда. В нем многие увидели резкую критику российской правовой системы. Какое решение вынесет человек в мантии реальной, Самарской, по иску против местного депутата Севиркина? Такое же, как в кино или другое? Сейчас это, пожалуй, самый пикантный вопрос. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал «Интер». Это не все новости дня. Далее в подробностях расскажем о таком. Доторговались белыми билетами. Двое военкомов могут сменить форму на тюремную робу. Кровавое утро в Тель-Авиве. Кто устроил теракт в центре города? Вооружены и очень опасны. Чеченская диаспора во Франции. Чем прославилась? Мобилизация. Чем не повод нажиться на тех, кто хочет ее избежать? Сотрудники СБУ задержали двух работников военкоматов в Днепропетровской и Волынской областях. Те требовали деньги от мобилизованных в обмен на освобождение от призыва в армию. Просили, соответственно, 49 тысяч гривен. Обоих задержали с поличным. Открытое небо или монополия на авиаперевозки в Украине. Авиакомпания МАУ через суд добивается отмены одного из приказов Министерства инфраструктуры. Что это за приказ и почему идет тяжба, знают наши корреспонденты. Окружной админсуд Киева. С утра в его дворе митинг. Представители авиаперевозчиков пришли сюда, потому что компания МАУ пытается через суд отменить 245-й приказ Мининфраструктуры. Этот документ регламентирует выдачу разрешений на авиаперевозки через комиссию, куда входят представители и Министерства, и Госавиаслужбы. Вот этот приказ, он написан в полном соответствии с требованиями международных организаций. Абсолютно аналогичная структура в Соединенных Штатах Америки, Великобритании. Мы вообще пришли, если говорить простым языком, для того, чтобы поддержать режим конкуренции на рынке авиаперевозок, не допустить монополии одного перевозчика. Но МАУ хочет, чтобы рынок регулировала только Госавиаслужба. Пикетчики уверяют, глава Госавиаслужбы заангажирован самой же МАУ. Господин Антонюк, если уже конкретно говорить, выступает за то, чтобы была монополия на авиационном рынке. Будут только те направления и только та политика, которую будет диктовать одна авиакомпания. И ее представитель Госавиаслужбы, господин Антонюк. Недовольство пикетчиков вызвало и кандидатура судьи, рассматривавшего дело. Тут судить очень серьезный судья. Это судья, который 9 ноября прошлого года вынес решение, которым, по сути, легализировал штурм Майдана в ночь с 10 на 11 ноября. Впрочем, решение суд на этот раз не вынес. Заседание перенесли на февраль. Было залучено еще и Министерство юстиции Украины как третьей особой, та было залучено Державную регуляторную службу, потому что они самые как раз задеянные в этом процессе. Приказ остается в силе пока, но согласится ли МАУ на рыночную конкуренцию и станет ли руководить Госавиаслужбой человек, не связанный с этой авиакомпанией? Максим Коршелев, Вадим Борисов, Сергей Степанов. Подробности телеканал Интер. Реформа или профанация? После принятия бюджетных законов ночь с 28 на 29 декабря уже не только сторонние эксперты, но и в самом правительстве вчитались в новые нормы платежей единого социального взноса. Все оказались обескураженными, как идет борьба с черными зарплатами. Ночь в конце декабря принята, казалось бы, революционная норма снижения единого социального взноса. Он в Украине необычайно высок и один из ключевых для наполнения бюджета. Но именно он главная причина выплат в конвертах. В итоге нет стимула всем платить по белому. Значит и госбюджет получает меньше. Премьер довольно заявляет, реформу все же удалось провести. Он очень громко говорил о том, что происходит снижение с 41% до 16%. По факту совершенно не касается новых предприятий. И по сути он дает какой-то пряник теневикам, которые раньше платили в конвертах. Дело в том, что соответствовать критериям для такого налога чрезвычайно сложно. Во-первых, работодателю надо повысить всем зарплаты на 30%, платить соцвзнос на сумму не менее 700 гривен в месяц, и чтобы зарплата была не меньше трех минимальных. Получается реформа на руку прежде всего тем, кто платил в конвертах. Выбранные условия были настолько не соответствующие, не только реалиям, а даже и теории, что, власне говоря, эффект позитивного от этого решения вряд ли будет спостерегаться. Спустя почти месяц власти подсчитали, что пользоваться новой нормой будут не больше 10% предприятий. Экономисты говорят, сначала реформа была прозрачной, но потом в кабине не испугались, и уже едва ли не в зале парламента все переверстали. Оказалось, что в бюджете огромная дыра, и надо что-то придумывать. И вот эти вот условия, вот эти вот странные ставки, они были призваны как бы, ну, призваны сделать так, чтобы как бы провести реформу, но чтобы так, чтобы ничего не поменялось, вот в этом году, по крайней мере. Надежда на то, что теневики воспользуются реформой, и такие действительно обелят часть зарплат. Министр соцполитики Павел Розенко на минувшей неделе сообщил, закон, возможно, подкорректируют, обещают разобраться через месяц-два. Мы будем вымагать зараз от органов влады, чтобы они переглядали свои регуляторные акты, то есть вымиряли, или действуют акты в соответствии к поставленной метке, или наоборот. По сути, реформа системы единого соцвзноса в ее нынешнем виде осталась только на уровне заявлений, а более усовершенствованный появится и заработает не раньше 2016 года. Геннадий Вивденко, Сергей Еременко. Подробности на телеканал Интер. Государственное ипотечное учреждение снова пытается отобрать деньги у одного из украинских банков. Дело давно разбирается в суде, сегодня собирались уже третий раз. ГИУ повесила на банк долг почти в 230 миллионов гривен. Банкиры говорят, после кризиса 2008-го со всеми госкредитами и процентами по ним рассчитались давно. Чиновники не верят, ведь в ГИУ до сих пор заявляют, работают люди времен Янукович. В то же время сам Назбанк поддержал ликвидность инструктуры. Тянется эта судебная тяжба с середины прошлого года. Решения нет до сих пор. Банкерам обещают новые раунды заседаний и уже не пять судей, а девять. Кровавое утро в Тель-Авиве. Снова теракт в автобусе. Очень много пострадавших. С места события передает Сергей Услендер. Примерно в 7.30 утра на центральной автобусной станции Тель-Авива молодой араб зашел в автобус номер 40. Этот маршрут пролегает практически через весь Большой Тель-Авив. От его южных пригородов до северных им пользуется очень много людей, особенно утром. Террорист через несколько остановок приблизился к водителю и внезапно напал на него. Он подошел к водителю, вытащил нож и нанес несколько ножевых ранений водителю. Водитель был довольно тяжело ранен. Пытался открыть двери. Автобус не сумел этого сделать. Террорист бросился обратно в салон, по пути нанося удары ножом всем подряд. В конце концов, самим пассажирам удалось открыть двери, и они стали разбегаться. На счастье, сзади автобуса двигалась машина тюремного управления, в которой ехали бойцы тюремного спецназа. Они обратили внимание на странные зигзаги, которые выписывал посреди дороги огромный автобус, потому что раненый водитель уже не мог им нормально управлять. Тогда бойцы бросились на помощь. Ребята, которые были в этом автомобиле, спецподразделения, они увидели террориста, его опознали, начали его преследование, и в определенный момент сумели его нейтрализовать. Террорист был ранен, он арестован. Пострадали 15 человек, из них пятеро в тяжелом состоянии, но врачи говорят, что они будут жить. Полиция вместе со службой безопасности уже создала следственно-оперативную группу. Установлена личность террориста. Это 23-летний Хамза Матрук, палестинец из города Тулькарем. На территории Израиля он находился нелегально. Он уже заявил следователям, что его теракт – это месть за контртеррористическую операцию «Несокрушимая скала» в Газе. Израильские власти обвиняют в этом руководство палестинской автономии, которое, по их мнению, проводит кампанию подстрекательства против евреев среди своих граждан и среди израильских арабов. За последние два месяца это уже 16-й теракт. Сергей Услендер, подробности, телеканал «Интер», «Израиль». Сложный день. Вы узнали его подробности от нашей команды. Я благодарен вам за внимание и прощаюсь до завтра. Продолжение следует...